Приветствую вас, и вам советуют обратить мужа на работу в цехозум для решения его проблем. Это правильно, но я постараюсь объяснить вам, почему это правильно, почему именно ему нужно обратиться, и скажу, что вы, лично вы можете сделать, потому что, понимаю, что вы спрашиваете для мужа, но из первого момента вам станет понятно, почему нельзя через вас решать его проблему. Дело в том, что у вас с мужем есть отношения, это личные отношения, это супружеские отношения. И вот в личные отношения можно принести только дружеские элементы, отчасти партнерские элементы, то есть равноправные, да, но не деловые, потому что вот довольно часто бывает так, что вот, может быть, вы сами с такой ситуацией сталкивались, что вот люди, допустим, являются друзьями, да, снимают, допустим, квартиру снимают, начинают жить вместе и ссорятся. Почему? Ведь казалось бы, вот друзья, да, самые лучшие друзья, и логично, что они могут там снять квартиру вместо, чтобы было там проще платить за ними и так далее. Почему же они ссорятся? Потому что у них есть дружеские отношения, и они, эти люди, воспринимают друг друга только в рамках этих дружеских отношений. Но у них создаётся иллюзия того, что они могут так же общаться и в других плоскостях, а это является ошибкой. И то же самое происходит и в ситуации с вашим мужем. Мы вам что-то скажем. Например, можно сказать, что мужчина слишком близко воспринимает это к сердцу. Например, можно сказать, что мужчине нужно поменять свои цели, мужчине нужно пересмотреть свои цели. Мужчине необходимо сконцентрировать своё внимание на обязанностях, на своих обязанностях конкретных, и ничего больше не делать. Можно сказать мужчине, что ему нужно более грамотно планировать свой отдых, расслабляться, уметь, учиться выпускать энергию негативную, то есть учиться высвобождать её. Согласитесь, если вы скажете это ему, мужчина на вас посмотрит, скажет, дорога, я тебя очень люблю, но вот то, что ты сказал, я что-то не понял. Как это ты мне тут сейчас советуешь что-то сделать, когда вот то-то, 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 то-то и вот тот. И знаете, для вас он будет прав, потому что действительно, по его мнению, вы говорите того, что вот вы ему скажете, что бы мы вам не посоветовали, вы не можете. Потому что он не сможет вас воспринять должным образом, именно в силу личных отношений с вами. У него уже сложился стереотип восприятия вас, как своей жены, как своей любимой женщины, как партнёра по домашнему хозяйству и прочее. Но вот как психолог, допустим, как психолога, он вас не может видеть, потому что это принципиально иная сфера. И вы сами, в силу своей заинтересованности в нём, точно такой же, тоже не можете ему правильно донести. Именно поэтому вам советуют направить мужа на работу с психологом самостоятельным. Но для него признать тот факт, что есть проблема, означает слабость. Вам он жалуется, это понятно. Вы его жена и вы, по сути, самый близкий человек. Логично, что мужчины с вами делятся своим переживанием. Другое дело, хочет ли он что-то менять. Реально менять. Или, может быть, он находит некое вдохновение в том, что жалуется вам. Если второе, то здесь ничего нельзя поделать. И вопрос на него выслушивать. Выслушивать и надеясь, что когда-нибудь он так же будет выслушивать вас. Когда, не дай бог, конечно, подобная ситуация произойдёт с вами. Если в первом случае, то человек не видит у себя путей решения проблем. И, соответственно, мы в этом можем ему помочь. Если он воспринимает или будет воспринимать психологов, как людей, способных предоставить ему новые средства для поиска решения проблем, то препятствий на том, чтобы направить его к нам не будет. Это мужчина сам как бы захочет. Просто у него нет сейчас прямой связи между психологами и поиском решения проблем. Вот эту связь вам необходимо донести. И лучше всего доносить её через вот такой конструкт. Попробуйте сказать мужчине, что психологи, как специалисты в области сознания, более тонко понимают причинно-следственную связь между событиями в жизни человека, его переживаниями по этому поводу и его восприятием этого самого. и обратную причинно-следственную связь в другом направлении. И мужчина вот эту формулу как бы может уяснить. Она может быть ему будет понятна. Он может быть её для себя усвоит и именно за решением этой формулы обратиться к нам. Мужчина это логик, это адептологическое мышление, формальные логики и соответственно именно на это вам нужно делать убор. Это в рамках первого момента, который я хотел сказать. Теперь, что касается второго. Что можете сделать конкретно вы в этой ситуации? Ну, кроме вышеперечисленного, вы можете мужчине организовать досуг. Досуг в каком плане? Как вот близкий человек, его самый близкий человек и любимый человек. Вы знаете, что мужчина любит, чего он хочет, какие у него слабости, какие у него предпочтения, что его радует, что доставляет ему удовольствие и так далее. И старайтесь вот это, в меру своих сил, конечно, финансовых, моральных, физических и так далее, ему давать. Чтобы был некий баланс между позитивом в его жизни и негативом. Чтобы была компенсация, скажем, истощение, эмоционального истощения на работе. Чтобы была компенсация этого в виде какого-нибудь положительного проявления уже в жизни с вами. Чтобы ему хотелось возвращаться домой, чтобы он спешил домой, к вам допустим. И чтобы он прям, знаете, прям летел на крыльях, чтобы он воодушевленным был. Как это сделать, знаете, только вы и только вы способны на это. И по сути, по факту, по большому счету, это именно то, чем вы можете мужчине помочь. Такой, знаете, сопутствующий комбой, можно сказать, экскорт. Вот вы выступаете экскортом мужчины на пути решения его проблем. И потому, резюмируя, вы показываете мужчине направление, пути направления решения его проблемы и создадите необходимый фон для ее успешного решения. Но само решение, по факту, мужчине придется осуществляться самому. Поскольку это его проблема, это конфликт его восприятия, то именно ему и предстоит это сделать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok